В очередной раз в эти дни, я обращаюсь к простой математике, с 1900 по 1950 год, то есть за 50 лет прошлого века, так получилось, что наша страна, вот СССР, Российская империя, сюда входят потери Первой мировой войны, Великой Октябрьской революции, Гражданская война, Вторая мировая, соответственно, Великая Отечественная война, потеряла, если вот так это все сплюсовать, по численности сегодня почти половина нашей страны. 75 миллионов получается, за 50 лет всего лишь. И когда с этой сцены, когда к молодежи обращаются, говорят, ребята, ну вот мы же вам передаем, очень хочется быть уверенными, что ребята понимают всю ответственность и принимают на сохранение этой великой и могучей земли под названием Россия. Дай Бог, чтобы так было всегда. Здесь у меня находятся исторические документы. За нашу Советскую Родину, удостоверение, за участие в героической обороне Ленинграда Наталья Ивановна Светненко указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награждена медалью за оборону Ленинграда. От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль за оборону Ленинграда вручена 24 июня 1947 года, номер АЛ-13-462. Председатель Исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся, секретарь Исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. Это исторические документы. И медаль, которая здесь значится, вот она, к великому сожалению жизни идёт. И сегодня эта медаль будет вручена внучке, которая присутствует здесь в нашем зале. Внучке Наталье Ивановне. Но медаль-то ведь государственная. И для передачи государственной медали сейчас в наш зал внесут флаг Российской Федерации и флаг Санкт-Петербурга. И вместе мы с вами исполним гимн нашей страны. Страны, которую отстояли те, что находятся в первых рядах. Внимание! Флаг!